Девушки отдыхают 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 Только вы слушайте, просто. Значит, после того, как мы там делали вчера, я еду в церковь, а тогда у нас есть школа, седаю на маршрутах. И что вы думаете, никаких гарантийных писем, по-видимому, не было. Это все разговоры. Значит, мне крутально. Понимаете, у меня все есть реквизии Петра, маршрутки, все. Я ему сказал парень, значит, перевезли кардинал. Я говорю, что своего кардинала через два-три дня лички скинем. Это место прошло. Но в субботу, когда мы тут сидели, когда были группы в столе, в вечере звонили хлопцы в машинку и снова таки не повезли после того. Это решение, которое нам навязывают в очереди, что дайте нам 10 дней. Дайте нам 10 дней, мы там работаем. 10 дней до того. Мы давали их 10 дней. За эти 10 дней не сделано ничего. Мы приходим и слышим снова. А дайте нам еще 10 дней. Я не понимаю. Тут причина в том, чтобы не убрать наслідки, а убрать причину. А причина самая стоит в чем? В департаменте, который ничего не делает. В департаменте, который не может навести все было. В департаменте, который не реагирует на все жалобы, которые были от Атошников, на звернувание от Антимонопольного комитета, что на автостанциях, в которых был клан Бутки, в которых Крешуя Писоцкий, и где обдираловка тех же перевозчиков, потому что из них по максимуму сдирают, а как не положено. На это включение Антимонопольного комитета не было ничего сделано. И этому органу просто нет доверия. Они ничего не сделают. Потому что нашим требованием будет звольнение Писоцкого, как керующего органа, который раздает лицензии, который забирает у перевозчиков лицензии, у тех, которые им не подходят, за лампочку, которая на поворотнику не горит. За это они могут брать лицензию. А брать лицензию за те, что не возят польговиков, они не могут. Потому что это их не цікавит. Потому что когда они наклонят за лампочку, то и принесет. А польговик не принесет. Это уже скорумпованный орган, который Крешуя першим доступником. Поэтому мы требовали от депутатов створить рабочую группу для расследования этого. На этот час Писоцкого избежать от выполнения оборудов, от главы до главы подать на его звольнение, как некомпетентно. Извините керевника департамента, который у себя допустил это. И транспортный отдел, который не занимается проблемами польговиков. Если мы их приберем, то у этой депутатской комиссии перевозчики расскажут столько, что там будет не одна криминальная правда. Если мы их не приберем, то они ничего не скажут. Потому что их же позабирают маршруты. Почему все зациклились пили, пили, пили? Шановне, то, что мы имеем, это не пили. Это право. Это разные вещи. И по-другому, кто вы инициировал эту ситуацию? Або, я предлагаю, домовиться с военкоматом, подавать списки. И все, кто идет в супереч с этим правом, отправлять, добывать такое право. Я даже могу подсказать, куда. Балые суперграти, которые, в том числе, голосовали, все выступления, как Сумашенко голосовал за тот представник Реппо, который голосовал за тот бюджет. Який сразу с риса 2 миллиарда, что появляется на первой параде. Шановне, давайте я трошки мовою законов скажу. Не треба оцей болтовни, а кто-то выделил, кто-то будет выделять, кто-то кому-то выделить, кто-то кому-то больше подобается. Афаганцы лучше, атошники гирше, атошники гирше, чернобильцы еще гирше. Ну, вы знаете, если у нас есть такие бюджеты, они должны быть выделены. Так и все, и больше ничего. Так вот, нас не цікавит, кто на кого перекладывал какие-то обовязки. В связи с Конституцией, не имеют правительства законы, которые погибли в состоянии граждан. Крапка, все. И одна единая, одна единая фраза. Теперь, в связи с законом, про статус ветеранов войны и гарантии их социального захиста, есть пункт 7. Там есть такая фраза. Безплатный проезд, всем видом пассажирского транспорта, автомобильным транспортом, загального коррестования в сельской местности. Ну и дальше, дальше. Там великий обсяг. Поэтому нас это не цікавит совсем. Как влада между собой, поверьте мне, вы знаете, чудовую человеку из Песоцкого. Эта человек никогда в жизни не голодала. Она не понимает, где деньги берутся, и почему она их получит в кассе. Вы сами понимаете. Потому что она оформляет пильговые транспортные маршруты. Вы сами понимаете. Уже все это доведено. Так вот, я взял на умисто, взял на сайт Полотанской областной администрации и взял его обязательства. Те, что принадлежит ему, за что он получит гроши, за то, что он находится в теплом доме, из-за чего он тут працюет взагалі. Перший заступник головы администрации из вопроса экономической развития, из продукции и земельных ресурсов. И тут есть третий пункт. Организование выполнения законов Украины, актов президента Украины, Кабинета Министров Украины, органов выполнений в высших уровнях, распоряжений головы областной администрации из вопроса экономики, с пожившего рынка, промышленности, паливно-экономического комплекса, дальше транспорту, связку инфраструктуру, туризму и земельных ресурсов. Это его особистая работа. И то, что когда нас взяли с вами на круглом столе, уже на сегодняшний день 13 дней тому назад, нам сказали, вы знаете, «Почекайте трошки, там неразбериха, хотя что там не разбираться, взять и просто написать гарантийные листи, роздать перевозникам, сказали, когда решится это вопрос, тогда мы компенсуем. Все. Крапка. Для этого нам не нужна невеликой головы. Это механическая работа, шаново. Они над нами просто знушаются. Вы понимаете, что эта влада пришла для того, чтобы знушаться над нами. Это банда Петра Порошенко. На превеликий жаль. Не буду и про политику, но это те люди, которые просто над нами знушаются. Поэтому мы сегодня викликаем голову областной администрации, голову областной ради. И вот это будем доносить. Я так считаю, что мы должны... Знаете, безкарненность породжает безкарненность. Мы должны... Вот то людьми, за яка должна отвечать за наше життя, хотя он более-менее взведет его, должна принести похоронение, а это именно пан Петра Петра Петра. Я не знаю, что они боятся сказать, что это их рабочее место, они кормят цеплю. Они говорят, что берите из нас эти проборы, нам не надо будет компенсировать деньги. Это первое. Другое. У перевозчиков до Департамента транспорта нет доверия. Вот то, что Сергей Григорьевич говорит, что Департамент надаст гарантийное письмо, они им не поверят. Потому что за эти два года они их столько раз швыряли, что они это будут принимать, а черного пуста обещания. Потому что они не выполняли этого. Само поэтому, я думаю, они не поверят. Третий. Знаете, когда мы ехали на хорову, они в 8-летнюю, так выявили, что там два хлопца не могли сести. Есть под видео, Олександр снимал, когда мы подошли к газу, и нам говорят, что это перевезли. Но, шановные, мы задаем кассиру вопрос. Есть квитки? Кажут, уже два занятых. Мы задаем вопрос. Назовите, пожалуйста, прозвища тех, которые вы везете. Нет. Поэтому, у меня такая добудка до того же питания. Почему кассир? Брешек. Кассир сразу говорит, что есть это. Чи, возможно, эти два места материально они зацикавлены не надо, а потом задрати складовизника, или как? Я думаю, это установит Следующая комиссия, если депутаты ее творят. Нема в законе, вы помните. Перенесение надается на 10-летних кассируетов. Это касается МИСКОВА, ПРИМИСКОВА в межах 50 км, ПРИМИСКОВА за межами 50 км, и МИЖОБЛАСНОВА. Что касается перевезения МИЖОБЛАСНОВА и МИЖМИСКОВА за 50 км, это вопрос регулированное законодательством, то есть предоставлено соответствующим категориям населения, однако отштодувание за рахунок государственного бюджета не проводилось. И это больше нагальная проблема, которая была и остается на сегодняшний день. З метою решения указанного вопроса, потому что закон автомобиль и транспорт статт. 7 говорит, что организация перевезения в том числе категории городян на межмельских маршрутах свыше 50 км погладается на областные державные администрации, до 50 км на районные державные администрации. Поэтому мы выходим с пропозициями, с метою регулирования питания, что до забезпечения перевезения становить другой порядок, чем на маршрутах, которые касаются межмельского свыше 10 км, и межобластного для пельговиков, которые живут в области, перебывают на публику в органах социального защиту населения. Таких пельговиков 117 тысяч граждан нашей области, которые используют право на вказанные виды перевезения. Что предлагается? Значит, пропонуются питание на дальнях адресной допомоги, шляхом выплаты компенсации за проезд автомобильным транспортом, пельговым категориям громадян, на межмельских и межобластных маршрутах, загального коррестования, протяженностью свыше 10 км, на поточный вид. В итоге мы разработали порядок и разработали проект программы. Значит, порядок предпочитает, что автотранспортные предприятия обеспечивают выдачу колонн или квитки на проезд, будем говорить адресных квитков. Значит, мы поговорили с автотранспортными предприятиями, это возможно внесение изменений в программных комплексов, которые они используют на сегодняшний день, и будут выдаваться с квитками с визначением номера послечения пильгового, с визначением прозвища и инициалом имя по батькам. Цим квитком пильговик, соответственно, используется право. Единственное, что необходимо это будет заплатить соответствующие деньги при покупке пильгового пильгового года. Потом указанным квитком удобно для себя время, время, на протяжении года, потому что программа пильгового может вернуться, и мы будем просить, чтобы вернуться в органы социального захиста населения за умительством проживания. Органы социального захисту населения мы разработали бланк заявок и разработали спрощенный порядок. Заява запомнился там, в фактичной пильге, подпись ставится и дата, подает сказанный квиток и подает, у нас послечения есть, предъявляет послечения паспора. То есть только фактически он подает этот квиток и расписывается на заявку. Будем здействовать прием щодня по указанным вопросам. Значит, может вернуться на час назад за компенсацию декольного поезда. То есть вы понимаете, нет обмежения времени и так далее. Далее, что мы предлагаем. Значит, вказанных все органи социального защиту населения будут передавать замовления казначейские службы. Казначейские службы будут проводить финансирование и мы планируем, что протягом 10-15 дней указанных фельдовик заявил на то, что как обеспечить выплату, или на банковский рахунок, если у него есть теперь карта. нет через пошло поменение поезда против 15 дней мы планируем провести выплату вказанной компенсации. Единственное обмежение в этом проекте, я хочу, чтобы вы говорили, предпочено 50 поездок на риф на вказанные виды транспорта, межобластного и межмежского. 50 поездок на риф для одного не без того, чтобы OOOO ваше извиняюсь на наши слова, я могу сказать так, 13 дней был прикрыл Пант Олег и Пант Анатолий он сидел и сказал вот Вот мы решили вопрос. Прошло 10 дней. Мы до государства ждали. Наших людей выкидали. Это были аварийцы, это были аварийцы, это были аварийские, которые не знали, откуда они получают компенсацию. И, соответственно, для чего требовалось всего лишь дать гарантию переездникам. И больше ничего. А потом уже утрясати, поставьте, кто, как они показывали. Это невеликий разум потребуется. Ну так просто я и говорю. Хотя афганцы, чернобыльцы и аточники, это люди, которые заслужили хотя бы ставление на себя людского. Вы чего не сделали? За 2 годы ни одна людина из высшего уровня не пришла до нас туда на зустріч. Пояснили, побалахали. И таки мы действительно вважились и прикрылись. И слава Богу, хоть пошептали. Хоть что-то сегодня почуну. Хоть что-то. Но, конечно, вы меня не слышали. Я сказал, что мы должны уникать этот випад. Валерий Анатольевич, вас просто, как губернатора, просто подставили. Все заранее знали. Вы понимаете, насколько безответственность тех людей, которые отвечают за это? Стоит около 200 участников боевых действий. Старые, которые уже афганцы шли. Те, которые из САТО приехали в окопах, мерзли. Мороз на улице. Минус 10. Ну приедьте прямо перед началом. Скажите, ребята, все вот. Вот сегодня же решаем все. Что изменилось? Воскресенье, неделя прошла и все это решает. Ну нельзя же так издеваться. Понимаете, моральность в том, что кто-то. Да. Давайте все-таки разложим о полициях, предполагательность и главному закону. Когда в законе держава берет на себя собовязание за финансирование первой категории, это собовязание в державу. Когда мне сегодня згинуваются, что я там ничего не делаю, верите мне, за много рублей. И за много инициатив мы сегодня финансируем. Непрямых для нас, в том числе финансов. И то, что мы сегодня делаем, это для того, чтобы все время поддерживать наших детей. Я поддерживаю себя в другой области. В то время не только через месяц, через два, чем поддерживаться в другой области. Валерий Анатольевич, я вижу, что, да, действительно, вы пошли на встречу, пошли участники областей. Спасибо. Но это можно было сделать и в пятницу. Мы каждый день сидим в начале киноправления. Звоним в Минфин, я уже подписал читательщик, я хлистил с розъяснением. Как это так? Корма есть, а в державном бюджете финансирование? Нема. Да, мы ждем розъяснения. Да, мы ждем Миндебюджета. У нас какие сессии выполнены на 26 числа? То есть, завтра. 26 дней депутатов Верховной Рады не было. С кем снявать? Валерий Анатольевич, вопрос. Валерий Анатольевич, вопрос. Было поведомлено, что будет проводиться акция. А можно? А можно? Вот есть вопросы. Пришли, сели. Они перебивали, вот так что. Валерий Анатольевич, вопрос. Чому? Валерий Анатольевич, слушайте вот это. Да, я же вам не могу. Да, мы не перебивайте, мы его не разговариваем. Да, у вас, почему жоден из представителей власти не пришел на акцию? Чому люди мерзли больше трех часов? Чому людям, для того, чтобы ваш представитель вашей организації, облдержадмістрации, пришлось перекрывать трасу? Только тогда появился ваш представитель. Хотя знали, что будет акция. Если пан Крисоцкий уехал в командировку, он мог туда направить человеку, кого-то представителя от облдержадмістрации. Чому вы так поставили до людей, чтобы просто-напросто людей уже довели то, что... Я хотел бы, чтобы мы от формата акции перейшли до формата Круглого стола. Вот почуете его, и почуете меня. А где было все Круглого стола, а где было эти акции? Валерий Анатольевич. Вы посмотрите, был бы, который был с ним? Вин был. Был. Я посмотрю, я вас очень прошу. Формат Круглого стола вы решите все вопросы. Формат акций для технических субарейших конфликт. Я вообще... Мы же реализованные люди. Я задам запитание. За десять дней не было ничего сделано. Кто ответит за это? За это я? Вы ответите из государства. Шановник, вы читаете все. Вам все, я читал норму закону. По перевезникам. По перевезникам. У вас есть следовательные вопросы. Почему вы начали компенсацию? Почему не было проведено с перевезниками какой-то встречи? Не было гарантированного листа для того, чтобы решить все вопросы? Почему не было что-то сделать? Валерий Анатольевич, вот приехал Олег Евгений, сказал, мужик, мы это дошли сразу в течение пяти минут. Валерий Анатольевич, мне стыдно было перекрывать дороги. Почему? Еще приехал, окончательно, обшипнули. Вот там администрация говорит, да ничего, холодно, через полчаса выпить. Не уйдено, понимаете? Если нужно... Кто понесет поведение? Не уйдено. Не занимайтесь, я вас очень прошу, это провокация. Знаешь, кто сказал администрации, хай поможем поборозить. Такого в Жигари не было. Кто понесет поведение? Валерий Анатольевич, я могу сказать, что мы единая область в Украине, яка до участников не просто за крахами ведутся сами, а реальными справами. Я продолжу как раз эту тему, потому что самая программа, которую реализовала Людмила Васильевна, была запропонована нашою організацією. Я инициатор цієї программы, я теперь дала судебницей цього листа. Деякие пункти в выполнении, деякими моніторинами. Значит, следующая программа, которая продолжается, снова с нашей инициативой, нашей организации, которая ответственна за эту акцию «Товариство Натеральна-Молтавская филе» всей Украинской организации «Товариство Натеральна-Молтавская филе». Я не закончила. Я не закончила, мы ответственны за это. Я не закончила. Самое главное, что Президент Шнурбии тут в этой программе. Главное в том, я продолжу. Главное в том, что никто не вышел до нас, перший. По-друге, никто, я пропонувала на круглом столе, приносила розклеить по всех автостанциях, по всех маршрутках, другому, что Влада решает это. И вчера, дякую, я не знаю, я тут Штефан, значит, вчера я была монітором, это все поставило в себе на нашей столице, першим мы поставили на нашей столице, что за это отвечает за выходный день, маршишинец. А хлопцы звонили самому мне. И я не отвечаю на то, что не знаю, что здесь случится, понимаете? Значит, пишите, я не закончу. Мы пришли в эту сериальную пропозицию. Правильно. Хорошо, мы говорим о том, что эта информация была сквозь, и чтобы ЗМИ включили все, что вы делаете. Спасибо. Думаю, украшение долучить депутатов областной ради, чтобы мы видели, что это с перевозниками было наиболее прозорно. Ну, на самом деле, остальные про конкурсы, которые у нас проходили с перевозниками, и все, кто были присутствием с громадской, и все, кто были присутствием с ассоциацией, и все, кто были присутствием с гражданой ради. И все, кто были присутствием с гражданой ради, и все, кто были присутствием с гражданой ради. Действительно, те вопросы, которые делает Полтавская область, они заслуждают от участников Квадопад. Это и ликувальный процесс, мы еще были там, и мы про это знали, и много других хороших наркотиков. Но на превеликий случай, как всегда, трапляется все то хорошее, что делается, оно лягает, и мы воспринимаем этот дух. Из-за тех, как на мою точку зору, не противных выполненных, получаются такие конфузы, которые получились. Я только полностью поддерживаю попередных выступающих относительно ответственности. Почему я так говорю, Валерий Георгиевич? Первое, инициативы, которые были, они классные, они продолжаются, и это, естественно, величезное навантажение на бюджет области, на бюджет территориальных регионов. И этих вопросов, по которым мы сегодня, может быть, не старались, как бы ясно было тогда и пану Олегу, проглот вашему заступнику, инициировать после этого круглого стола. А навіть не приехавши до нас сказать, что выходов нет. Я очень благодарю за конструктивную работу главы областной ради, которые моментально, и пан Висовский, сгрунтовались в ситуации, повновили в другую очередь. Я считаю, что эти годы, которые, возможно, не полностью идут на законы законы, но они относят соответствующий позитив. Поэтому наша организация также поддерживает то, что вы говорите сейчас по поводу этого обговорения. Это уже что-то есть. Но все равно, те, кто выпустили до того, они должны принести ответственность. Так же, Олег Ирганкович, как те, кто допустил коллапс за вашим подписом, за подписом главы областной ради, написали тут чупуку и распустили на официальном сайте областной администрации. Это просто не место тем людям работают в законах органов. Это моё пределы рекомендации. Так, дальше дякую и вважаю, что, хоть оно, возможно, на инфону не будет, не отвечает закону. Я верю, что прийду 26 числа депутатов. И, возможно, опять те с поменьшиков, даже не имеют. Продолжение следует... 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 складаем план и конкретную вимогу пишем, что мы таки-то, таки-то, ниже-підписавшися вимагаем от вас. Слово то того, что если вы не видите нам на поступки, мы будем делать те, те и те. Прикрывать прася и все иное. Не будем говорить эти поступки. Не будем говорить. Зарезуртировать. Згладить ситуацию. Вот и все. Они молодцы, они правильно сделали, все хорошо. Но, если можно, там колось претендовать. Шановные, я хотел 29 числа в 10-й године будет сессия в Государственной Раде, чтобы знали, кто из вас останний за все час, ну давайте за месяц ходил в аптеку. Поднимите руку, пожалуйста. Послушайте, у нас хотят вкрасить 283 аптеки Полтавской области. 30 из них находятся в Полтаве. Они хотят сделать их неред 不是 Germaine. И брать сессии приватные руки, я вам просто это Las Pompeje. Я буду там выступать, я буду приводить факки. во мне необходима поднимание ваша, чтобы被 меня сидела в sine и сказали... Ну ум DJR с сессией области, так я все Это же тема, которая связывается каждой... Давайте доведем до умов. Давайте завтра выйдем на областную рану. И это первое вопрос. Наша вимога про создание следственной комиссии от депутатов, они есть наши представители. Они по расследованию деятельности областного департамента и выставить конкретно строки... Вы кидали на будь-яких станциях. Я не получал ответы. Поэтому наши требования снять человек, который выиграл в этом случае. Согласно с документами, это пан Песоцкий, первый заступник. Это его работа была. Недопрачивание. Все. Я хочу вас поинформировать и призвать еще до той ситуации, что ни в никакой мере не надо соглашаться на адресную допомогу. Почему? Готов пример у вас. Гробче говорить, что в следующий год будет являться. Но в этой жизни я буду говорить. У тебя эти 5-6 живых, 2-2, 5-10 живых. Примерно. Я формально беру. И вот этим там 54% живых, 2-7, 6-7, 6-7. Вам будет достаточно служителей, убить их. Но в другую другую. Я по образованию историк я в принципе интересовался такими питаниями. Почему у нас таких башках государств не происходит? Депутаты сейчас рассказывать и агитировать как управлять государством неинтересно было. Я не помню уже премьер-министра канцлера Германии, но могу посчитать источники, кто не цикал, почитать эту информацию. Мы не принимаем адресную информацию. Как адресная информация? Адресная информация, если на каждого человека, который решил ехать в межах Полтава, Киев или Каньку, ему дается квиток, как на завязничном транспорте, Иванов, Петро, Петрович. И с этим квитком вы приходите в себя, и на протяжении 10 дней, 15 дней, должны быть этот квиток. Вы приходите в кассу, берите квиток, он пильговый, потому что вам напишут Ковальчук и номер посвящения. Вы понимаете? Потом вернулись домой через месяц, а 15 дней воно проживало, чтобы вам вернули. Або что-то такое будет, вы понимаете? И вот такие 50 раз, 25 лет назад, 25 лет назад, в Харьков, в Киев, ну вы сами понимаете. Это полный абсурд. Я так разрую. Слушай, ты шансы, ты шансы, ты кирожей, байк, 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 байк. Вы, полные военные офицеры, имели право ездить за салатом и лечения, за свои деньги, либо там годами стояли в мате, просили на справку. И вы, товарищи, чему вы распространяете? А я же рассказываю, что все поняли. Вы не принимаете тебя. Это объединяет то, что там предлагают. Что там предлагают? Предлагалось 29 числа на сессии областной рады на эту программу. Депутаты уже, наверное, зашли, потому что уже голова областной рады. 8 млн грн. 8 млн грн. На это. Вот. И... Значит, давайте мы сейчас принимаем решение, что мы не принимаем. Не принимаем. Не принимаем. Давайте принимаем закон. Давайте принимаем закон. И все. Подождите. Раз вы... Закон физики. Раз мы не принимаем, у нас есть закон. То тогда они... Голова областной администрации говорит, что я законы не диктую. Диктую законы Верховной Рада и Кабинет Министров. Так что вы тогда пришли? Мы до вас... Давайте логично. Мы для вас, из областного бюджета, для вас, для нас. Вы нашли 8 млн грн. Если вы не принимаете, значит, мы не принимаем. Тогда идите в Киев и нужно, чтобы Кабинет Министров и Верховная Рада приняли тот закон, который прописан у вас. Так он повинен, что существует! Какие законы? Есть законы. Что вы тут все комфортируете, наоборот? Вы заемку изможете, чтобы нам приняли 8 млн грн? Нет! 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 Есть! Ну что, люди, которые имеют Спасибо за законы религи, не погоджаться на такую такую предложение. Правильно! Ну, а я говорю вам... Да! Бо вон она... Вон она есть, иди к нам. Давайте так... Вон она есть! Вы купили себе квиток, но Ковальчук купил себе квиток. И поехал. Через две недели я вернулся, мне нужно каких-то, как дурни, как дурни в собес, по 15 днём. Потому что если я на 16-й прийду в Безгарь, то уже не вважаю. А нет, они сказали, что если ты приехал в январь, то можешь вернуться в грудь. Кто верит этой власти? Скажите мне, не вважайте руки. Что же я не вижу, Лесарук. Кто верит? Нет, не нужно никакой гадьбы. Просто, ну давайте так, фор на мор, я воров поганяю, и нам лапшу вешают на море. У нас есть закон, который даёт нам право. Чего я должен что-то придумывать на себе? Давайте шукать теперь вариант. Мы только что услышали, а еще нам предложили. Люди не против. Сейчас будем следить, думать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Да. Е. Продолжение следует...